Радио без перерыва Раф Лайтман, Наука Кабала Нет более естественного, чем достичь контакта с высшей силой, потому что это находится во главе природы. И каждый человек должен достигнуть связи с природой, но он не знает и не чувствует этого. И тот, кто достаивается контакта с ней, обретает знания, как человек, который имеет богатство в своем кармане и не знает об этом. И вдруг ему сказали, что есть у него в кармане, и он сразу стал богатым. 8 часов 5 минут. В воскресенье мы здесь с Равом Лайтманом, Наука Кабала, наша постоянная группа Орн Леви и NFC, Раф Михаил Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте все. У нас сегодня особый гость в нашей передаче, зам директора радиостанции. Мы приветствуем мистера Коэна. Это радио очень необычное, оно пользуется успехом, радио 103FM, и вы отвечаете за контент этой радиостанции. Мы очень рады быть здесь, мы думаем, что это очень хорошее место, нам очень приятно быть здесь. Нам здесь удалось создать того, чего не было еще в Израиле, и это постоянные радиослушатели, которые есть у нас. И мы слушаем музыку, мы открываем, что новое есть в мире. Люди начинают понимать, что здесь происходит. Это программа номер 7, да. Ты знаешь меня, я постоянный слушатель ваших передач, это первое. И второе, для меня это тоже много чего открыло. Я много узнал, я на самом деле знаю Рава Лайтмана много лет, очень долгий период. Я всегда был связан с вами. И могу сказать, что, конечно, есть еще много в чем убеждать меня, но я открыт, я слушаю. Тогда мы можем сделать передачу, пожалуйста, я готов. Давайте убедим вас перед всеми. Мы начали с текста, я прочитаю его еще раз. Нет ничего более естественного, чем достичь контакта с высшей силой, потому что она является хозяином природы, и у каждого творения есть контакт с высшей силой, но не знает, он и не чувствует этого. И тут достаивается этого контакта, добавляется ему лишь знание. Как человек, у которого есть сокровище в кармане, и он не знает об этом. И тут сказали ему, что находится в его кармане, и лишь тогда он стал богатым. Да, но сейчас, когда он раскрывает, он знает, как пользоваться этим сокровищем. Он знает, что есть у него. Когда ты раньше не засунул руку в карман, и ты не знал, а сейчас ты засунул, и ты знаешь, что есть у тебя, и знаешь, что делать с этим. Есть у меня сокровище в кармане? Да, мы находимся в мире, который скрыт от нас. То есть мы не видим во всей истинной реальности вокруг нас. Мы не видим 92, даже не знаю, сколько процентов. То, что мы раскрываем, это всего лишь очень маленькая ограниченная реальность, и тоже искажённая, сжатая. И поэтому это как то сокровище, которое находится перед нами, и мы его не видим. Мы не находимся в тех чувствах, когда мы могли бы коснуться его. Это состояние, это достояние. Амир. Это один из моих вопросов, но если ты уже посчитал это, причина, почему оказался здесь сегодня, это чтобы попытаться понять каббалу на более простом уровне, быть самым обычным радиослушателем, и постараться приблизить такого слушателя. С этой целью я пришёл, я подгодовал несколько вопросов. Первый мой вопрос, откуда это? Вот этот текст, который ты прочитал минуту назад, откуда это? Это из трудов последнего поколения, Баля Сулама. Баля Сулам, Раф Ашлак, он написал это предложение. Это его взгляд на происходящее. Это мой второй вопрос. О Творце. Но я бы хотел начать с другого вопроса. Всё начинается у нас с мысли. Мы слышим то, что вы говорите на радио, потом мы думаем об этом. Я хотел бы знать эти мысли. Это путь моего действия. Я размышлял об этом, я принял какое-то решение, используя свои мысли. Я решил пойти изучать кабалу или не изучать кабалу. Я решил, мозг мой размышлял, и я принял решение. Я хотел бы, чтобы вы дали объяснение мне, что такое мысли. Думаем ли мы самостоятельно, или это нечто, приходящее из какого-то другого места. Действительно ли я принимаю решение? Никогда. Никогда? Никогда нет. Почему? Ну ведь я думаю, я слышу свои мысли. Да, но вы слышите их уже готовыми. Что это значит? Что подготавливают вам эти мысли как результат всевозможных действий, происходящих в природе, которые все должны в конечном счёте прийти к следующему состоянию. Эти состояния должны всё время меняться и в каком-то процессе достичь цели. И каждый из нас получает какие-то команды. Я слышу команды? Да, и мы их выполняем. Нет здесь ничего. Нет в нашем мире никого, кто бы был самостоятельным. Я всё-таки хочу ещё раз спросить. Мысли, что они думают сами себя. Я в своей голове обнаруживаю, что это уже готовое. Откуда это приходит? Я думаю, что это я. Откуда это возникает в вас? Изнутри, изнутри, изнутри. Из-за мышцы, которая движет мою руку и так далее. Это связывает. То есть вы находитесь в какой-то сети, которая связывает вас со всей реальностью, со всеми уровнями неживой растительной животной и человеческой. И вы находитесь в единой сети. Она должна двигаться и приходить к разным состояниям, пока не достигнет состояния, которое мы определяем изначально как конечную, как цель. И благодаря этой связи между всеми вы получаете толчок, желание находиться изнутри в этом. И выполняете. Я что, не творец своим мыслям? Нет. Конечно же, нет. На основе чего? Вы должны знать всю реальность, все творение. Эти мысли возникают. Что это такое? Мысли задают вопросы. Да, да. Мысли, которые возникают в виде вопроса, они направляют вас исследовать реальность, которая представляется вам, чтобы вы знали, где вы находитесь, как продвигаться, как начать связываться с этой реальностью более осознанно. Я обычно говорил людям, если ты думаешь, что ты владеешь своими мыслями, то нет проблем. Перестань думать хотя бы на минуту. Давайте посмотрим, можешь ли ты не думать хотя бы минуту. Конечно, не может не думать минуту, потому что мысли все время продолжаются, они все время проносятся. Вывод, который вы сделали, неважно, что я думаю, я должен прислушиваться и следовать добрым управлениям, то есть в изучении кабалы. Почему я должен изучать кабалы, если моя голова говорит мне, что это неверно сейчас? Нет, мы как раз не привлекаем людей к изучению кабалы. Мы хотим объяснить людям, как они могут изменить свою жизнь, если они хотят изменить. И не обязательно с помощью кабалы. Еще вопрос, почему именно кабала? И здесь вещь простая, что наука кабала объясняет нам всю реальность, та сеть, в которой мы находимся, с помощью чего мы влияем на себя, на окружение, на нашу судьбу. Как мы можем, по сути дела, продвигаться в хорошем направлении? Как проверить, не уйдем ли мы в плохом направлении? Мы видим сегодня, что все человечество не знает, что делать, что они находятся в каком-то нехорошем развитии, не знают, как остановить себя, как изменить. Даже понимание. Вообще не понимаем, не понимаем, что происходит. Да, но это, по крайней мере, то, что хорошо в мире в наше время, что мы понимаем, что мы достигли состояния, где каждый не способен ничем управлять. Интересно, я хотел бы вернуться к тексту. Текст вообще говорит еще больше. Он говорит, послушайте, состояние такое, что у вас есть сокровище в кармане, вы просто не чувствуете, да? Это наука Каббала, позволяет почувствовать сокровище. Она открывает тебе все карты, и постепенно, насколько ты правильно способен воспользоваться сокровищем. Да, пока что раскрыли тебе этот мир, и ты разрушаешь его, и делаешь это все больше. Ясно. То есть цель всего этого — сделать нашу жизнь лучше? Нет, не только эту жизнь, но и цель, к чему мы можем развиваться, к чему нам стоит прийти. Что такое это сокровище? В конце пути оно ждет меня? Да, и ты раскрываешь его постепенно, как дают тебе всунуть руку в карман и воспользоваться частью этого сокровища каждый раз, если ты умеешь им правильно пользоваться. Какие условия, чтобы я смог сунуть руку в карман? Обычно я нахожу там минус и ипотечную суду. Что значит сунуть руку в карман и нащупать сокровище? Если ты пользуешься и способен правильно пользоваться силами, которые дали тебе, теми знаниями, которые тебе раскроют, тогда тебя раскрывают. Есть у меня еще диссонанс и непонимание из того, что вы сказали. Вы сказали в прошлых передачах по поводу нашего состояния. Да, но у нас есть радиослушатели. Или раз, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы спросить. Люди моего окружения говорят, что опасно изучать каббалу, можно сойти с ума. Я хотел бы действительно узнать, почему говорят, что это опасно. И чего стоит остерегаться, когда изучаешь каббалу? В предисловии к учению 10 сферот, это основная книга по каббале. И вот именно в предисловии, в первом пункте пишет автор, что сами каббалисты, по сути дела, распространяли этот слух, что можно сойти с ума от изучения науки каббала, потому что они не хотели, чтобы приходили изучать ее люди. И поэтому наука каббала была скрытой от времени разрушения храма почти до нашего времени. И поэтому каббалисты, и это должно было произойти, потому что человечество должно было продвигаться, и народ Израиля должен был пройти изгнание. Изгнанием называется незнание системы, жизнь в темноте. И мы 2000 лет находились в такой темноте, во тьме, и это существовало согласно тому, что установили каббалисты, чтобы отдалить людей от науки каббала. А сегодня все перевернулось, и отношение к науке каббале тоже раскрывается. Если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, сколько трудов каббалистов говорят о том, что необходимо раскрыть науку каббала, увидеть, что она дает народу Израиля. Без нее мы не сможем существовать далее и решить наши проблемы в особенности. Ищите каббала в интернете, и там найдете ответы на все вопросы. Слово не бояться, не надо бояться, можно раскрыть. Есть очень много подходящих книг для начинающих, для мужчин, женщин. И стоит посмотреть, что можно извлечь, подчеркнуть оттуда. То есть то, что вы говорите сейчас, что человечество находится на таком этапе, что последние сто лет, что каббала должна изучаться всеми людьми. Раньше не было такого. Раньше нельзя было. Нельзя просто людям было изучать каббала. А сегодня мы находимся в тупике. И если я вас правильно понял, что нам необходимо изучать о жизни, которая находится в данном пределе нашего мира. Это именно та возможность, которая открылась с помощью науки каббала. Что такое за пределами? Я всегда испытываю страх перед этим выражением. Перед чем? Жизнь за пределами. Что значит жизнь за пределами? Жизнь за пределами нашей испорченности, чтобы мы жили в исправленном мире. Мир видит себя, как всегда. Ничего не меняется, кроме наших отношений, когда мы достигаем такой гармонии и мнений в отношениях. И наука каббала объясняет нам, как управлять системой сил между нами, чтобы достичь состояния, когда мы правильно объединены между собой. И тогда мы между собой раскрываем особую силу, которая помогает нам подняться над нашей этой жизнью, когда мы живём только в теле и только ради тела и начинаем чувствовать более возвышенную жизнь. Это то сокровище, о котором Вы говорили раньше? Да, да. С помощью этого мы выходим из заграниченности этого мира, из этой жизни. Вы верите, что каждый человек может достичь этого? Несомненно. Нет разницы между людьми. Раньше не учили, потом стали немножко учить. И сегодня люди вообще не хотят учиться. Ну, извините, друзья. Да, но все хотят сокровища. Есть у тебя дома микроволновая печь, холодильник? Ты знаешь, что они работают? Пока не сломаются. Но есть такие мудрецы в науке каббала, которые построили эту микроволновку и которые знают, как ты пользоваться. И этого достаточно. Достаточно знать, как пользоваться, но нажимать на кнопки и знать эти цифры ты должен. Итак, мы приветствуем Михаль. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы спросить относительно того, что было и относительно того, что будет. Я хотел бы понять, если я буду изучать каббалу. Смогу ли я узнать свои прошлые кругобороты, свое будущее? Может быть, я смогу немножко более правильно организовать свою жизнь согласно тому, что было и согласно тому, что будет? Потому что сегодня я живу своей жизнью, повседневностью. Я бы хотел немножко более привести в порядок свою жизнь. Отличный вопрос, а? Да, это очень важно. Хорошо спрашиваю. Да. Именно это. Прежде всего, человек изучает, насколько он находится в свободном выборе, где его границы, насколько он может повлиять на свою судьбу, что стоит перед ним в каждом случае, на каждом шагу. Потому что между добром и злом он выбирает именно с помощью того, что находится перед ним. Два пути. Путь страданий. Это значит, что, как мы видим каждый день, как мы находимся под давлением и продвигаемся с помощью ударов и давлений, или же хорошим путем. Когда мы знаем об этом сокровище, о котором говорил Иран, что мы можем воспользоваться этими силами и увлечь себя вперёд, ещё прежде, чем эти силы сзади приходят к нам. И поэтому то, что наука Каббала говорит, что мы всё время будем стремиться к следующему месту в пути, к цели. И так мы, по сути дела, сможем продвигаться быстро от ударов, которые приходят сзади. И человек, и весь народ. Вы думаете, что можно узнать следующую станцию на этом пути, прежде чем мы достигаем его? Конечно, без всяких сомнений, потому что наука Каббала раскрывает перед нами буквально программу. И я знаю, с помощью какой науки, в какой форме, какими силами мы должны быть аминны и в какой форме продвинуться к следующему шагу. И тогда мы проходим это гладко. Это как в эйс, как в навигаторе. Показывается сейчас направо, потом 60 метров налево. Именно так. Да, но Михаль спрашивала, я так услышал её, кем я была в прошлом кругу обороте, кем я буду в следующем. И это тоже. Какая это в этом разница, Михаль? Это вы хотели знать. Я хотела знать. Кто-то мне сказала, что я в прошлом воевала в Пальмахе. Может быть, поэтому у меня это вызывает такую боль. Я прошла разные видения. Я вообще хотел бы узнать, разве возможно узнать эти вещи. Хорошо, мы не будем во всё это входить сегодня, потому что это программа сама по себе передачи. Но на самом деле всё, что в прошлом и в будущем, вся карта перед нами каждое мгновение в нашей истории, не только в этом мире, но вообще между кругоборотами, всё это можно раскрыть. И всё это находится в той же самой картине, единой, которую мы раскрываем с помощью науки Каббала. Сейчас мы приходим к такому особому состоянию в человечестве, когда мы находимся в тупиковом состоянии. Это состояние как раз хорошее. Оно обяжет людей в конце концов раскрыть, где мы находимся, почему. И это состояние обяжет нам раскрыть вопрос, для чего мы живём. Когда мы раскроем, мы будем знать, что делать, и мы увидим также, что мы получим за это. Прекрасно. Рунит, добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста. Большое спасибо. Я хотел бы спросить, Раф Лайтман, по поводу религии. Каббала, как я понимаю, вышла из иудаизма. И все каббалисты, о которых я слышал, они были религиозными, даже ортодоксальными, ультра-ортодоксными. Я хотел бы вообще понять, какая связь между каббалой религией. и пишет об этом. Также Бааль Сулам в своей статье «Суть религии и целью». Я рекомендую прочитать эту статью. Это находится на нашем сайте. Свободный доступ. Это суть религии и цель его. Есть еще несколько очень легких, хороших статей, с которыми стоит познакомиться. То, что раскрыл наш праотец Авраам, который явился основанием всех религий, абсолютно существующих в мире. и он основал науку каббала, и он написал свою книгу, называемую книгой Ицера, книгой создания дословно. И он обучал всех, что главное, к чему должен прийти человек с помощью религии, то, что он раскрыл, это «возлюби ближнего как себя». И так и сказано, «возлюби ближнего как себя». Это великое правило в Торе, и в этом заключается вся Тора. И это то, что сказано, «обучи меня, пока я стою на одной ноге» и сказал, и Гелель в ответ на это, «не делай ближнему то, что ненавистно тебе». То есть должны быть хорошие отношения между людьми. И мы так и поддерживали эти отношения до разрушения храма, второго храма 2000 лет назад. Говорят, что второй храм был разрушен без причины ненависти. Да, правильно, всё вокруг этого крутится, или хорошее, или плохое отношение между евреями, определяет, что будет с ними, и также со всем миром в общем. И это является также источником антисемитизма, поскольку мы не можем правильно сложить между собой отношения, и из-за этого страдает весь мир. И наука Каббала говорит только о том, как правильно найти связь между нами, и это является основой любой религии. И теперь то, что мы подразумеваем под религией в последние 2000 лет, это то, что человек выполняет всевозможные обычаи, думая, что этого достаточно. Почему? Потому что это форма изгнания, когда мы были отключены от возлюбий ближнего, как себя, от всей этой тенденции быть объединенными между собой, мы должны были таким образом созревать в течение 2000 лет, выйти в народы мира и перемешаться с ними и затем вернуться в свою страну. И здесь мы снова должны, после того, как мы вернулись сюда физически, мы должны снова и здесь оживить науку Каббала, чтобы она находилась между нами и помогла нам выстроить народ и государство, как это было когда-то в любви Исраиля, в именении между нами, и в этом нет никакого ограничения. Тот, кто изучает, как правильно объединиться между собой, это религиозные, светские, ашкеназы, сефарды, эфиопы, и не важно кто и что, мужчина, женщина, это для всех, буквально для всех, мы должны это сделать и как можно быстрее, потому что от этого зависит хорошее наше будущее. Как объединиться, что такое доброе отношение? Это непросто, совсем непросто, в особенности между и время. Как реализовать это? Мы изучаем из науки Каббала, и в особенности мы на практике это делаем на семинарах, которые проводим среди многих людей. мы проводили это во многих местах, и воевать, это большой проект. Я думаю, уже тысячи прошли это вместе с нами, и после получаса такой деятельности они начинают чувствовать, что получают особое чувство, особый свет, впечатление, тепло, и это действует на всех участников. Я участвовал в таком вечере в кругах объединения согласно Каббала, и я был в поселке Лешив, где я рос, и там было много людей, которых я знаю уже много лет, и они были очень скептично настроены, даже цинично, но нечего им было делать, собрались они, и в конце вечера люди просто, у них были слезы на глазах, все обнимались, был прилив жизненных сил, радости, просто растопило весь холод в сердцах. Мы продолжаем передачу, и хотим прочитать притчу Баля Сулама, он пишет в предисловии книги Зор, он рассказывает о червяке, который родился в горькой редьке, и сидит и думает там, что весь мир так горьк, и так тёмен, и так узок, как та редька, в которой родился этот червяк, но в тот момент, когда он прогрызает эту редьку и смотрит, что находится снаружи, он удивлён и говорит, я думаю, что весь мир как эта горькая редька, в которой я родился, а сейчас я вижу перед собой огромный, светлый, колоссальный и изумительный мир. Да, это именно то, что мы получаем, когда раскрывается нам это сокровище, имеющееся прямо у нас в кармане, и мы можем раскрыть врата и увидеть, что у нас происходит за этим миром, когда мы зашли в тупик, и когда раскрывается нам это, мы видим. Скажите, вот это червяк этот в редиске, когда выходит из этой редьки, что видит? Цветы, птицы, небеса, ты понимаешь, что это по сравнению с редькой? И какая мораль? То, что ты раскрываешь. То есть я этот червяк, да, в редьке? Да, да, ты раскрываешь, что мир бесконечен, что перед тобой не жизнь или смерть, и не жизнь, которая хуже смерти, но ты раскрываешь, что всё это в совершенно других измерениях, масштабах перед тобой. Ты начинаешь видеть мир в волнах отдачи, в волнах любви, и тогда границы меняются. Какие границы? Границы этого мира, когда ты видишь его очень ограниченным. Твои возможности ограничены, и жизнь твоя ограничена. Совершенно ограничены. И всё это исчезает. Вдруг границы начинают расширяться, ты начинаешь видеть, что в свойстве отдачи, которое ты сейчас обретаешь вместо свойства получения всё время, сколько ты можешь получить, тебе и дают, позволяют, но в свойстве отдачи нет границы, тогда ты видишь жизнь безграничной. То есть сейчас ты живёшь в редьке. Это понятно, да? Можно увидеть мир. Я живу на четвёртом этаже без лифта. Редька, да? Я хотел спросить вот по поводу этого червя. я слышал, что вы сравниваете наше существование с животными. Вы сказали что-то наша жизнь достаточно бессмысленная в своём нынешнем состоянии, прежде чем раскрывается перед нами свет кабалы. Но людям иногда трудно принять, что мы как слепцы или сравнивают с животными, вы говорите людям, что все радости и радость от детей и чувства, которые испытывают прекрасной музыки и все достижения в жизни всё это плоское и примитивное. Я не хочу это говорить лично никому и не говорю так, но в общем мы находимся на уровне животного, а не на уровне говорящих, к чему должны прийти. Это больше как взгляд такой, если здесь хорошо, представьте, как хорошо и как ещё лучше будет там. Нет, я не говорю о том, когда мы будем там, я говорю как исследующий природу. Мы действуем как животные согласно нашим инстинктам, согласно тому, что эта жизнь позволяет нам делать. Нет у нас большого свободного выбора здесь, когда мы находимся в нашей жизни. Это ясно всем. Я не смеюсь над человеком, потому что я тоже, как и все. Но когда у человека есть возможность прийти к более возвышенной жизни, выйти из этой ограниченности природы этого мира, об этом надо рассказать ему, потому что в конце концов... Он должен знать об этом, да? Да, есть у него такая возможность. Я хотел бы рассказать нашим радиослушателям, которые хотят узнать больше и понять больше, что у нас есть в этот четверг открытый вечер в нашем колледже Кабала в преддверии весеннего семестра, где мы обучаем и можно узнать темы, есть интересные темы, включая восприятие реальности также это в Нарии, в Кармелии, в Афуле, на Фарсаб Мудей, в Иерусалиме, Ришин, Рехово, Таждот, по всей стране можно нам позвонить, это будет в 7 часов вечера, в четверг наш телефон 1 700 509 209 1 700 509 209 я хочу продолжить, у меня еще есть очень важный вопрос, очень, очень важный вопрос, ну, итак, у нас радиослушатели, у нас сегодня очень много слушательниц, именно, пожалуйста, да, я в эфире, да, добрый вечер, в последнее время ученые раскрывают то, что Кабале было известно уже давно, что у человека есть ген, который отвечает за то, что человек, допустим, жадный, или за то, что он склонен к воровству и так далее. 20 лет назад раскрыли какое-то серое вещество, которое мы не можем ощутить нашими пяти органами чувства, но мы знаем, что это есть, и на этой неделе было опубликовано, что этот материал, думали, что он далеко находится от земного шара, раскрылось, что он окутывает нас, и он вообще удерживает всю материю галактики, если бы нет материала, мы бы все разлетелись в разные стороны. Что это за серый материал? Это что, тот самый свет, о котором все время говорит, он исправляет нас, исправляет души людей. Нет, это не этот свет. Да, здесь буквально научно-популярная фантастика. Я сижу и я очень... Нет, это не тот свет. Цвет, о котором говорит наука Каббала, невозможно почувствовать с помощью наших органов чувств и тех приборов, которые мы строим, которые всего лишь расширяют наши чувства. Мы можем раскрыть высший свет, высшую силу только при условии, когда мы строим в себе, развиваем в себе свойства отдачи и любви, когда это выходит из нас, когда мы уходим из себя, как бы из нашего тела, я выхожу навстречу другим и тогда в этой тенденции раскрываю высший свет, насколько я способен выйти из себя. И в сером веществе еще много есть явлений в природе, в нашей материальной природе, которую мы не раскрыли, но раскроем, но это не та самая высшая сила, сила света. это приводит меня к вопросу, что это очевидно самый большой вопрос, я слышу о высшей силе, о свете, о творце, и я хотел бы спросить, когда говорят творец, подразумевают элогим, этот такой мифологический образ, к которому мы привыкли, или вообще, что мы имеем в виду, когда мы говорим боре, или творец. Нет образа, есть сила отдачи, поле, скажем так, отдачи, и его мы раскрываем, можно сказать даже, что мы его создаем, и оно называется творцом, от слов «войди и увидь, когда я прихожу и вижу, раскрываю». И если мы не раскрываем его, он как бы не существует, но не в виде образа какого-то. То есть не говорится о том, что написано в Танахе? Да, но что вы имеете ввиду под творцом в Танахе? Единый Бог говорится, говорится о высшей силе, о которой говорит наука Каббала. И для того, чтобы понять, что это, нужно говорить, изучать её, иначе Танах нам совершенно непонятен, и мы делаем из него какую-то непонятную святость. Творца называют светом? Потому что его свойство отдачи, действия по отношению к нам, это как свет солнца. Как освещает тьму. Да, в той мере, в какой мы раскрываем его, мы раскрываем всё, мы видим всё, мы чувствуем всё сердцем, разумом, честным сердцем, которое чувствует, а разумом, который понимаем, мы воспринимаем всю реальность, когда раскрываем её. И если сейчас я путешествую по миру, есть тьма, и я, например, смотрю на дерево, и должен задуматься, какой смысл в этом дереве. То есть человек должен проникнуть во всё, понять, постичь всё, но свет раскрывает нам чувство и понимание истинного мира называется светом. Мы приближаемся к окончанию. Я хотел бы несколько вопросов с вашей странички и в Facebook. Что определяет длину жизни, продолжительность жизни? Всё это определяется согласно роли человека в отношении других. Потому что все мы связаны единой сетью. И насколько я пытаюсь продвинуться и найти, увлечь за собой других, окружающих меня, к цели, это определяет мою продолжительность жизни и ценность её. А если я не прилагаю сторони в этом, то насколько другие нуждаются во мне и насколько я помогаю им, этим взаимным отношением определяется жизнь человека. То есть если человек живёт много лет, значит, у него есть хорошие отношения. Нет, 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 здесь может быть расчёт очень другой расчёт, да, непростой. я бы не рекомендовал входить в это и начинать. Невозможно это рассчитать. Это должно быть буквально когда человек участвует своё, насколько он должен быть включён в общую систему, он знает, как правильно участвовать и этим удлиняет жизнь. Но длина это ценность. Есть ли связь у многих обала с исламом или с христианством? Нет, нет связи. И это неправильно. И не обучали. Это только через Ицхака и Акова получили только те, которые прошли вместе с Авраамом из Вавилона в страну Кнаан. Сколько концепций есть в мире? Мы знаем, что все они неверные. Я слышал от вас несколько вещей, которые неверные и о христианстве, и о мусульманстве. Мы знаем много неправильных сведений. Мы ничего правильно не изучаем. Все неправильно? Нет. Мы живем в редьке. Но по крайней мере сейчас в наше время, в нашем поколении раскрылось это сокровище. И каждый может увидеть, где оно находится, и как прийти. И то, что мы говорили в предыдущих передачах, на примере с рубашкой. Если человек раскрывает науку Каббала и раскрывает свою жизнь в другом измерении, он уже не боится завершить жизнь, покончить жизнь. Он меняет свое тело, как мы меняем рубашку. Не боится смерти? Нет, потому что он находится уже на более высоком уровне. Я не хочу бояться жизни, не только смерти. Мы поблагодарим Амира Коэна, замдиректора радиостанции 103 FM. Спасибо всей группе. Спасибо Семену Винокуру, нашему редактору Невущи, Орнелеви, Иран Курс, Раф Лайтман. У нас есть еще минута. Я очень рекомендую между нашими передачами все-таки зайти на наш сайт Кабала COIL, ищите Кабала Лиам в интернете, и там вы можете найти все уровни, задавать вопросы и по телефону, и письменно. я буду рад ответить на все эти вопросы. И 66 канал, телеканал. Посмотрите 66 канал, увидите, что происходит. Дайте нам какое-то предложение на путь для улыбки. Улыбку всем. Наша жизнь изменится. Уоррен, улыбайся. 1 700 509 209, если вы хотите участвовать с нами. Всего доброго всем. в нашем колледже Каббалля. Мы закончили. Всего доброго. До свидания. Вы слушаете Рава Лайтмана «Наука Каббала». Рава Лайтмана Рава Лайтмана Рава Лайтмана